В эфире выпуск обзора рынка, в котором мы сообщаем вам самые важные новости, влияющие на торги. Передача подготовлена при поддержке Investing.com в сотрудничестве с Dukascope TV. В пятницу доллар вырос до максимальной отметки за 13 лет к иене, укрепился к евро после того, как были оглашены сильные данные по уровню занятости в США, что повысило вероятность повышения процентных ставок. Доллар укрепился к другим валютам-мажорам после оглашения этой новости. Курс доллар-иена достиг отметки 125,85. Это самый высокий уровень с июня 2002 года. Пара завершила неделю на 1,08% выше. Евро-доллар упал до отметки 1,1050, но после достиг уровня 1,1113, что все еще ниже на 1,11%. Индекс доллара США, который измеряет силу Гринбэка в корзине шести валют-мажора, вырос на 0,93% до уровня 96,38 в пятницу вечером. На этой неделе инвесторы сфокусируются на обновленных данных за первый квартал по росту экономики Японии и еврозоны. Также в центре внимания будут показатели промышленного производства еврозоны. В понедельник фонды в Сиднее упали, поскольку Китай публиковал слабые показатели по импорту, хотя цифры экспорта выглядели не так плохо, как ожидалось в общей смешанной региональной сессии. СНП упал на 0,11%, в Китае индекс Хэнсэнг вырос на 0,12% и шанхайский композитный индекс на 0,6%, поскольку торговые данные указали на продолжение текущего направления мягкой монетарной политики. Китай заявляет, что в мае объем экспорта сократился на 2,8%, что меньше прогнозируемых 5%, объем импорта упал на 18,1%, что больше ожидаемых 10,7%. Торговый профицит Китая составил 366,8 миллиарда ренминби или 59,06 миллиарда долларов. Данные указали на состояние экономики во втором квартале после слабых показателей первого. На Кобекс-дивизии Нью-Йоркской товарной биржи золотые фьючерсы на август упали до минимального уровня 1,162 доллара 10 центов. На закрытии торгов цена составила 1,168 долларов 10 центов. Серебряные фьючерсы на июль закрыли торги в пятницу на отметке 15 долларов 98 центов за тройскую унцию, на 11,9 центов или 0,74% ниже. Ранее цены упали до 15 долларов 93 центов. Это самый низкий уровень с 1 мая. Медные фьючерсы на июль выросли на 0,5 центов или 0,2% в пятницу достигли уровня 2,692 доллара за фунт после достижения дневного минимума 2,670 доллара. Этот уровень не фиксировался с 23 апреля. Фьючерсы на неочищенную нефть резко выросли в пятницу после того, как данные указали на очередное сокращение нефтедобывающих вышек в США на прошлой неделе. Количество вышек сокращается уже 26 неделю подряд. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на неочищенную нефть на июль выросли на 1,95% до уровня 59 долларов 13 центов за баррель. Цены на нефть на амекс упали до уровня 56 долларов 83 цента. Это самый низкий уровень с 28 мая. На неделю нью-йоркские нефтяные фьючерсы упали на 1,94%. На фьючерсной бирже в Лондоне бренд на июль упал до 60 долларов 94 центов. Это самый низкий уровень с 15 апреля. Затем цена выросла на 2,06% до отметки 63 доллара 31 цент. Несмотря на рост в пятницу, лондонские фьючерсы бренд упали на 3,43% за неделю. На этом завершается выпуск обзора рынков. Спасибо, что остаетесь в Дукаскопе ТВ.